Хотим занять первое место и удивить родителей, и удивить учителей. Да, да. В связи с этим мы пришли. Нам учительница за эту шаурму обещала. Я хочу поставить для себя результат. Хочу попасть хотя бы в 50 лучших. Я пришел сюда показать себя, посмотреть на других. Хочу поставить свое время, улучшить свою выносливость. В общем, хочу стать легкоатлетистом, а это лучшая тренировка для меня. Смотрю на старших, с теми, с которыми я даже, может быть, и знакома, я у них тоже спрашиваю, каких совершений они добились, и следую примерам их. Такие разные, а где-то даже и наивные мотивации так или иначе объединяют молодежь в одну большую спортивную семью своего города на кроссе наций, который в Тамбове проходит уже в десятый раз. Но детский азарт быстро сменяется взрослой жаждой победы, когда звучит выстрел на старте. Для участников подготовили три дистанции. Для самых маленьких – полтора километра. Три для тех, кто постарше, и пять километров бежали уже взрослые спортсмены. В спортивном событии принимает участие более трех тысяч тамбовчан. Здесь как профессиональные спортсмены, так и просто любители здорового образа жизни. Причем свои способности они смогли проверить не только в беге, но и в других дисциплинах. Погонять мяч на песке, а также испытать себя в стритболе – все это предлагал жителям областного центра спортивный уикенд в парке «Дружба». Результаты в беге пойдут в личный зачет каждого спортсмена. Однако дистанции покорялись атлетам не так просто, как могло бы показаться. После финишной прямой некоторые, в буквальном смысле слова, валились с ног. Но чем тяжелее препятствие, тем слаще вкус победы. Олег Рожков, Дмитрий Наякшин, Олег Щербаков. Область новостей.